люди просят рассказать что-нибудь про фрезеровку говорят очень скучно смотреть когда нет фрезеровки фрезеровка фрезеровка это скучно фрезеровка это скучно особенно когда мы делаем например ту же панель заднего крыла уже какую по счету но там за 30 счет перешел вот она вроде фрезеру это такая красивая вот там там шарик бегает и сош течет и но ребята на 40 уже вот там есть ступица ступица это интересно ступица этого не панели ступица это офигительно красивый дизайнерский продукт вот только посмотрите она круглая вне отверстия конечно же это скучно вы думаете у нас 1 ступица нет ступиц у нас хватает все очень разные очень красивые и очень интересные а тут надо было бы ставить таймлап это интересно как фрезеруется ступица но ребят черт возьми даже не знаю про . колес это интересно да колес сколько мы сделали мы я уже не знаю сколько мы их делаем благо их можно поставить и нажать на кнопку они примерно продолжатся так как ты хочешь ну что вот это вот интересно ну да а ну кстати да неплохо ты просто заживался роман простите когда любовь становится профессией ты понял о чем я да да а ну вот красивая деталь была вот вот это вот и и уже даже снял и выложил пойдем ваня расскажет интересно слесарка ваня а слесарка это интересно увлекательно особенно когда ты топ-менеджер да да это вообще вдвойне я забыл показать смотри там есть еще ступица вот они вот они хопат романа это интересно ну ладно уж роман вот это уж ну реально интересно но что-то вы езжу слушайте друзья передо мной сейчас лежит маятник это маятник для в макса сейчас все свидетели японцев радуются да это маятник для в макс и чтобы поставить на него 300 колесо был такой запрос на установку колес но был достаточно поздно у нас не было возможности разработать что-то свое поэтому мы просто решили купить то что есть на рынке вот замечательный европейский маятник мы вы заказали на месяца два-три назад он стоил пять тысяч евро в общем сейчас это без малого 600 тысяч рублей и за как быстро мы привыкнем к этим ценам это просто какой-то ад вообще просто от но с другой стороны кажется теперь все выгодно производить в россии вот только единственное конечно с комплектующими полный абзац прикол в том что что это просто кусок кусок алюминия с маленькими детальками из стали за 600 косарей еще он весит как хочется и плакать и смеяться вот еще и для тех кто ругается на российский анод вот точно такая же хрень приезжает из европы за 5000 евро синий цвет насчет плюс пятна плюс всякая история поэтому друзья все везде одинаково никаких у нас даже иногда получше получается в общем когда получаешь такой продукт в руки то вообще не стыдно за свое производство да да мы иногда что-то комплексуем там стараемся это но это знаете этот российский максимализм и конечно всегда стремимся в космос вот но не всегда как получается но желание всегда такие есть но вот конечно такие вещи они это удовлетворяют удовлетворяют но по факту кажется стоимость ну вы понимаете что дорого ты конечно из-за того что это делается во-первых единичных экземплярах из больших кусков лист все то же самое что у нас прикольно они к штук кардана для кардана я думаю кстати здесь будет что-то типа там переменного редуктор или еще что-то такое какая-нибудь хрень а здесь просто кардан под углом пущено и все друзья снова петер макинон со своим каноном у нас в гостях мы сегодня сделаем бэкстейдж для вас и сегодня у нас на фотосессии вот такой красавец и опять же надо сделать маленький рилсик чтобы маленькие 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 маленькими пальчиками ставили маленькие лайки и радовались кто не радуется может звонить ставить вообще конечно люди которые выбирают яркий цвет мотоциклах ну капитальные красавчики потому что столько это эмоций дарит людям вокруг да петер мне очень нравится яркие мотоциклы машины и и жизнь яркая вообще жизнь нравится да мои друзья сейчас такое покажу я конечно уже слишком постарел раньше бы я просто тут прыгал как этот как ребенок да еще там сколько 67 даже пять лет назад но я вот на это смотрю если честно я даже у меня нету даже понимание что это вот мы делаем вот честно это какой-то просто от вообще просто болоте слова подбери пожалуйста колонна давайте просто вам покажу да вопрос покажу пока что пока что свет еще неравномерно здесь опять же только чуть-чуть мы наклеили так чтобы показать то есть светится он будет весь по всему контуру вот и свет тоже будет более-менее этот россиян опять же это не литье это пока предпечать вот но уже это конечно пусту до мурашек так мы сегодня залетели к павлу потому что у нас есть два исторических моментов первый исторический момент это производство хвоста для фэдбоя брик аута на базу мелоки и здесь у нас с вами задняя часть крыла в первом установе готова мой сейчас будет изготовлен под нее кондуктор и она уже пойдет у нас на второй установки и самое главное сейчас здесь ставится подрамник правая часть как вы видите здесь доходчиво написано на русском следователь но мы сейчас это все дело подснимем деталька очень важна для нас у нас с вами две недели до выставки и не три недели до выставки и конечно нам это все очень-очень нужно павел мы к тебе еще вернемся потому что вот там нас ждет еще один сюрприз не похоже что то а вот здесь вот у дмитрия чудо чудо и дива дивная дмитрий что это о май гаш в общем друзья вот такая компактная печечка оля камера покраски потому что очень мы устали от всего того что происходит у нас порошковой покраской и конечно надо локализовывать первое конечно это скорость второе это качество ну и всякой гибкость пашу это как себя чувствуешь в целом неплох как и все переживаю за ситуацию мире я думаю все переживают хочу тебе переживать переживать ты станочник всегда пригодишься но да не мотоцикл это кабарон красивый поняты вот во фрезерной обработке что больше всего не любишь в операторстве вернем налаживать станки единичная смешная шутка единичная обработка а если она красивая но если она красивая и долгая прям идеально если она красивая но быстрая нет я давно в этом деле мне больше нравится полентяне что же наверно у меня романтика по поводу фрезерной обработки уже давно как-то остыла бывают какие-то интересные моменты легкими вспышками уже не такими яркими как когда-то пора омолаживать коллектив возможно возможно вас надо уже в чиновники по кабинетам сажать чтобы сидели бумажки перебирали да и ставили штампы а добре да да тут и к то за мной существует овощи жопа нет учетом бабушки сидят я только с бабушками запека ругался и всеми все ругались даже тут на заводах не работал даже одни ругались бабушками суток а на то они и бабушки и так мне кажется даже те бабушки которые ворчат на остановках в транспорте они тоже работают вот это у ли и покрутить моего роман это что там внутри бабушка это бабушка подпорочка Все по технологии, все по технологии. Абсолютно джодис. Ну, наконец-то новая деталь. И вы можете увидеть улыбку на моем лице. Наверное, даже она искренняя. Ты уверен? Нет. Здарова, Стасян. Здарова, друзья. Ты без концертов? Да, сейчас без концертов. Да, многие надеялись, что меня уволили, а нет. Е-бой. Ну, скажешь, Роман. Я в восторге, что мне даже никто не написал, что с ней что-то не так идет. Вот у нас делается вторая. Мы их делаем на отлом. Ой, слушай, она же уже сейчас доделается. Мы уже сегодня будем все примерять. Так, нам сейчас надо поскорее все примерить, чтобы понять, что все в порядке и запустить серию. Так, Роман, ну что, сколько сейчас время? 11. Ну вот, короче, 12 будем примерять, да? 13. Давай к 13. Каким пацаны. О, нет, тут есть болты, смотри. Нет, это раскручивает и так. Здесь? Стыд такой. Кто у них компьютер? Кто у них компьютер? В общем, там. А я его не включил. Ну, что? Ну, что? Потому что болты не помещаются. Да, колесо вот прям, да. А, прям в миллиметр? Да. Фига еще. Весело, весело. Так, ну что, у нас тут в принципе... И почти все готово. Естественно, вот это вот крыло не отсюда. Еще ждем с печати. По мелочам здесь кое-что подправим. Для проводки чуть больше места нужно. Еще кое-что здесь добавим снизу. Вот здесь все у нас отлично село. Все идеально. Так что сейчас Романович продолжает днать серию. Единственное, мы по колесу не можем проверить, потому что колесо в разборе уже готовится к выставке. Вот. И в принципе сейчас уже на проверке времени нет. Надо быстрее успевать. У нас две недельки осталось. Активно продолжаем мы готовить стейдж-3 к выставке. Значит, схема следующая. Вот это у нас макет топливного бака. Вы помните, да, что у нас сверху здесь будет такая накладка, переходящая на радиатор. Ну, типа а-ля как на Джиота. А сам бак, поскольку нам также нужно было изменить его форму, мы будем делать метод эмортационного литья по такому же принципу, как мы делаем баки для вроудов. То есть, по сути, мы с вами на живом мотоцикле будем видеть только вот эту часть, которая просто будет покрашена пластиком в тот цвет, в который нужно. Вот. И он непосредственно будет пластиковый. И там мы делаем закладные под стандартную часть с горловиной топливного бака от Ducati. То есть, в принципе, мы разбираем стоковый бак и сюда это все вкручиваем. То есть, топливный насос все остается абсолютно на своих местах и максимально повторяет сток, но при этом дает нам свою геометрию. И при этом это достаточно бюджетный вариант получения вот такого функционального топливного бака. Потому что, ну, по сути, само ротационное литье, то есть, процесс получения вот такого бака, он достаточно недорогой. То есть, чтобы вы понимали, ну, примерно тысяч, наверное, пять обходится само литью вот этой истории, плюс порошок, да, который туда засыпается. Но при этом стоимость этого бака, то есть, например, этот бак стоит там в районе 30 тысяч рублей именно в продаже, да, в него еще, конечно же, запилена стоимость изготовления матрицы и стоимость изготовления, стоимость инженерии этой матрицы. А это достаточно объемный и дорогой процесс. Вот. Но он в любом случае окупается, потому что потом баки производятся достаточно быстро и достаточно качественно и одинаково. То есть, это можно использовать как кит. Ну, и самое главное, это достаточно безопасно, потому что это, ну, в принципе, канистры для бензина вот льют по такому же принципу. Ну, и бак на Вероуде, в принципе, сделан по такому же принципу. Это одна и та же технология. Сама накладка у нас будет крепиться, значит, с задней части под сидением, в центральной части под молдингом и в передней части будет держаться на радиаторе. Вот. Сейчас у нас здесь напечатано заднее крыло и стоп-сигнал, и мы ждем из печати непосредственно диффузор. Мы распечатали каркас сидения, но его достаточно прилично повело, поэтому нам все-таки по месту придется его сформовать из стекловолокна. А дальше мы сделаем хорошую форму и также будем его получать уже методом стекловолокна, то есть чуть быстрее, чем печать, и без всяких вот этих поводок и лишних проблем. Сама накладка приедет на следующей неделе к нам, и с ней тоже много вопросов, как ее в итоге производить, потому что, как вы знаете, мы пластик на джиота все-таки полностью печатаем и потом ламинируем, но, опять же, если говорить о получении там трех-четырех-пяти экземпляров, это, в принципе, имеет смысл, а вот когда джиотики стали там делаться уже десятками, здесь, конечно, начались проблемы, потому что не самый простой путь, так скажем, получения этой формы. Много затрат, много человеческих часов, поэтому, конечно, в этом смысле получать из матрицы форму стекловолокна гораздо интереснее. Скорее всего, мы к этому придем, потому что у нас не такая сложная форма, как это было на джиота, там нет вот этих невероятных поднутрений с отрицательными углами, поэтому я думаю, что мы все-таки справимся и сделаем матрицу, будем делать из стекловолокна. Тем самым отойдем от печати именно на этом комплекте. Что-то, конечно, все равно останется, но все-таки стараемся от этого отойти именно с точки зрения сроков и качества. Долго я, кстати, думал над тем, какой цвет вам показать на выставке, то есть в каком цвете все-таки презентовать этот стейдж, потому что цвет – это очень важно в восприятии формы, и, по сути, первый мотоцикл у нас должен был быть зеленым, темно-зеленым матовым, но я думаю, что все-таки для выставки интереснее будет показать его в малиновом цвете. И, в общем, сейчас мы эту красочку сколируем. Вот, в принципе, у нас разные цвета заказаны, то есть все, сколько у нас их сейчас там, пять или семь? Семь, да, семь стейджи-3, они все выйдут в практически разных цветах. Вот это, конечно, интересно, и мы с вами сразу сможем посмотреть все это в разной форме. Но, скорее всего, на выставке мы увидим с вами малиновый. И сразу предупрежу, не ругайтесь, но конечную форму вы увидите только после того, как мы мотик презентуем, поэтому будем вам здесь уже какими-то только отрывками все показывать. Дальше состоится выставка, там презентуем, и после этого вы уже видите блок, где будет полностью готовый мотик. Но полностью готовым его назвать сложно, потому что мы все-таки поедем с макетом бака, мы не успеем за две недели доделать матрицу под ротационное литье, поэтому сперва готовим муляж, и дальше уже сделается матрица, и к концу апреля уже будут физические топливные баки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok